Всем привет! Мы с вами в Крыму. Красота! Не пугайтесь и не радуйтесь. Это голландский Крым. Вот такой у нас здесь, в Южной Голландии, райончик в нашей деревне, который называется Крым. Какая берёза высокая. Домик для насекомых. Смотрите, не знаю, есть тут, бывают тут насекомые или нет. Ну, вот так вот огораживают. Смотрите, цикорий. И сеют полевые травки. Мышиный горошек. Волошечки. Петух кричит, слышите? Ну, мы в деревне. Такая красота. Крапива вот какая. Тут велосипедная дорожка, мостик. Мы с вами здесь бывали часто. Белой цикорий. Какая красота. В разное время года. Это вилла. Несколько лет назад деревьев здесь не было. Это всё были красивые кусты. Гортензия. Видите, какая тут. Прям какой букет. По крапиве в юночек. Здесь была вся такая крупная розовая гортензия. А сейчас вот она переросла. Что они так уже за ней ухаживают. Там сзади спряталась красивая вилла. У первых хозяев я была на этой вилле. Когда кухню устанавливали. Было здорово. Сейчас тут уже, по-моему, третий хозяин сменился. И вот как-то не очень они ухаживают. Вот тебе нанимали садовника. Смотрите, какая машиночка. Кабриолитик. Какой хорошенький. Лещина. Ой, красота. Стрекозы. Водомерки. Так это выглядит. Смотрите, большая береза. Какая большая туя. Или это не туя, а это лиственница, по-моему. А здесь красота. Ой, возле воды вот так приятно. Такой легкий ветерок. Кстати, здесь черноплодная рябина. Смотрите. Я думала, где мне ее искать. А она вот, она. Вот какая громадная с меня ростом крапива. Вот такая красота. Кусочек вилы. Тут ветерок такой. Лилии. Кувшинки. Ой, сразу тут на меня паучок какой-то спустился. Прямо кокосы, смотрите. Как девичья коса свисает. И прямо над самой водой. Хорошо так ветерок. Может, помните, я тут снимала пара лебедей была. По-моему, осенью. Ой, кто ко мне пришел? Кто ко мне пришел? Киса? Пусть-пусть-пусть-пусть. Пусть-пусть-пусть-пусть. Ай. А я и не увидела. А я и не увидела. Красотища. Правда? Вот лавочка здесь. Ну, туда еще попробуй проберись. Там можно и ноги замочить. Свалиться в воду. Вот лилии. Ой, ирисы от свели. Видите? Какие бутончики. Коробочки семенные. Вот видите? Тут еще и нужно очень осторожно, чтобы усесться. Такая красота. Сделала я небольшое видео, там, таких покупочек из экшен. И вставила в конце информацию, такую таблицу пособий для украинцев в Нидерландах. Но что-то, либо кто-то это глушит, либо людям неинтересно. Ну, я взяла и закрыла. Так что, если вам интересно, какие пособия для украинцев в Нидерландах, пишите в комментариях. Потому что комментарии, что-то вообще практически никто не пишет. У меня есть практически одна постоянная зрительница, которая пишет. Леночка, я вам очень благодарна. Но я знаю, что сейчас в Украине очень часто выключают свет. А она еще тоже и в фронтовом городе. Ой! А Россия, я вот поняла, замедляют сейчас. Говорят, на 70% замедляют YouTube. Не знаю, как там с интернетом. Ну, а, конечно же, главное, кто меня смотрит, это из России и Украины. И тут, конечно, иногда пополам. Иногда из России немножко больше, на страну сама большая. Ну, смотрят и из Казахстана, и из Германии очень много. И разный возраст смотрят, да. Вот у меня нет такого там, как у кого-то, допустим, только там 55-65 или большая группа. Нет. И, кстати, мужчин много смотрят. Но эти не признаются, они пишут никогда ничего. Снимать рецепты, честно, сейчас жарко. Я вообще не люблю снимать рецепты. Готовить-то я готовлю. Но снимать у меня нет никаких этих держателей, приспособлений. Делаю я все сама. Как и снимаю, так и готовлю, так и монтирую. И чтобы снять более-менее качественно, нужно приложить усилия. И к тому же еще и понимать, надо, чтобы это было понятно. И приготовить, чтобы ничего не сгорело. Так что, может быть, на днях как-то что-то сниму. Как красиво, да, обустроили цветочками. Просто прелесть. Субтитры создавал DimaTorzok Какая красота. Вот тут уже щавель конский, как посох. А, крапива цветет во все. Ой, на солнце жарко, жарко. Буду я ехать домой. Такую красоту захотелось мне вам показать. Поделиться такой красотой. Люди гуляют с собаками. Смотрите, видите, сейчас косят так мелко. У меня муж тоже сейчас купил новую газонокосилку. И она только верхушечки срезает. И трава намного лучше стала. И вот остаются лежать. Вот эти вот сухие. Ветра нет, не разносят никуда. А они потом дают свое, скажем, удобрение, да. Напоследок. Ой, жарит, жарит. Все, Саша уже устал. И я, в принципе, едем домой. Прямо дерево розовое. Ну, как уютненько. Правда? Розочки. Наверное, люди на долгих каникулах. Потому что розы не срезаются от свевшие. Ой, большие шапки. Ну, водички хотят. А здесь, смотрите. Какая красота. Тополь серебристый. Как листики падают. Козочки в тенечке лежат. Видите? Какой он громадный, этот тополь. Крепива. Ой, как возле водички хорошо. Вот буквально метр от воды уже прекрасно. А вот буквально что тут? Два-три метра на тротуар. И прям спекотно, спекотно. Жарковато. Ой, как хорошо. Смотри, там маленькие индюшата ходят. Вот так вот. И петухи поют. И петухи поют. Такая тут красота. Вот так вот.